Выполняю ваши заявки. Сегодня будем готовить курицу. Интересно, вкусно и необычно. Со мной на видеосвязи Александра. Она попросила меня показать классный куриный рецепт. Саша, привет! Привет, привет! Как дела? Как настроение? Отлично, боевое настроение. Ты любишь готовить вообще? Обожаю готовить, постоянно это делаю. То есть ты профессионал? Нет, я любитель. Я любитель, но я люблю готовить, снимать, красиво все выкладывать. То есть ты что, кулинарный блогер получается немножко, да? Ввиду свой маленький блог, да. О, молодец, почти как я. Ну рассказывай, какая куриная проблема тебя беспокоит? Моя семья очень любит курочку, муж, дочка, но все мои рецепты иссякли. Хочется что-то необычное, что-то вкусное и красивое. Что из курицы делаете? В основном запекаю под разными соусами. Обожаем смешивать сладкое с соленым и использовать фрукты и сухофрукты в запекании. Классно. А когда-нибудь с шоколадом курицу запекала? Нет. Тогда держись, погнали! Сегодня будет курица у нас запеченная по-мексикански с небольшим добавлением какао и кукурузной корочкой сверху. Ну что, ты подготовила продукты, которые я просил? Да, все продукты у нас на столе, все готово. Слушай, ну молодец! Это блюдо, оно сначала подготавливается на плите, а потом доводится красиво, празднично, до готовности в духовке. Нужна вот примерно вот такая форма. У меня вот. Включай плиту, разогревай сковородку. Так, на полную включать или на среднюю? Включай на полную. На сковородочку наливаем небольшое количество растительного масла. И сейчас просто нужно слегка обжарить куриные голени. Надо их обжарить для того, чтобы они, знаешь, такие стали чуть-чуть зажаристые и ароматные. Они в таком виде будут вкуснее гораздо. Нам нужно подготовить овощи. Репчатый лук рубим соломкой, вот такой. Не слишком тонкий или не слишком толстый. Вот, не спеши, аккуратненько. Маникюр у тебя такой, я смотрю. Розовый модный. Все под цвет кухни. Ну вот обжариваем курочку примерно вот так вот. Потом сразу туда можно добавить соль чуть-чуть в самом конце. Вот так. И немного свежемолотого перчика, просто для пикантности. После лука нарезаем болгарский перец. Вот примерно вот такими вот кусочками. Смотри, не слишком длинными и не слишком короткими. Так, все, моя курица обжарилась. Перекладываю ее форму. Сразу после перца нарезаем чеснок. Вот такими кружочками. Саш, давай соли, перчи и перекладывай курицу в форму для запекания. Смотри, вот я буду в этой запекать, ты перекладывай в стеклянную. Давай вот так вот курочку аккуратненько. Все. Теперь на этой же сковородке, смотри, наливаем масло. Наша задача обжарить овощи. Я смотрю, ты все овощи в одну миску кинула. Не беда. Кидай, закидывай все вместе. Смотри, сначала лук обжариваем. Ты можешь сразу овощи целиком на эту горячую сковородку. Нужно дать свет овощам, чтобы они были яркие и вкусные. Покажи, покажи, как у тебя там все. Смотри, красота какая. Смотри, пока овощи обжариваются, томаты в собственном соку. Это будет основа нашего соуса. Легкая кислинка томатная для курицы будет самое то. Открываем баночку. Вот так вот. Помидоры, покажи, какие. У тебя они целиком? Далее. Дальше в лук закидываем болгарский перчик. Вот так вот. Хопа, и чесночок пошел. Помидоры в собственном соку. Что надо с ними сделать? Достаем из банки несколько томатов. Вот они здесь целиком. Если они порезанные, можно кинуть прямо уже из банки, вылить туда. Но если они целиковые, как у нас, просто ножом вот так вот их рубим. Слишком мелко не надо. Буквально чуть-чуть перерубили и все. Они все равно потом будут тушиться и превратятся в кашу. Есть что-нибудь остренькое? Нет, к сожалению. Если нет, смотри, можешь взять просто перец свежемолотый, как я, вот так вот наперчить побольше. Чтобы блюдо пикантное было, потому что оно все-таки мексиканское. Кстати, в Мексике не всегда еда острая. У них есть перцы и сладкие, они их так же любят, как и острые. Теперь в овощи добавляем помидоры. Все перемешиваем. И тушим вместе. Готовьтесь. Сейчас добавим два крутых ингредиента, которые сделают все, и вкус, и цвет. Первый ингредиент, внимание, это паприка. Сушеная паприка. Она бывает обычная, а бывает подкопченая. Тут уж смотрите сами. Нравится копчененькая? Добавьте копченую. Вот так вот добавляем туда. У меня, кстати, копченая. Смотрите, что происходит. Вот она красота сразу такая яркая. У меня тоже копченая паприка. Ну, здорово. А потом суперклассный ингредиент. Это какао. Я был в Мехико, в Мехико, в настоящей трушной Мексике. Там на улице делают тако. Такие лепешки. Туда кладут разную начинку и дают тебе есть там как бы. И все ходят покупать такой стритфуд. Я прихожу, и там в одном месте было, по-моему, то ли чили конкарне, еще что-то. И мне продавец говорит, а я туда какао немножко кладу. Более яркий вкус появляется. Я такой, да ладно, какао, фили конкарне. А это такое, знаешь, мясо тушеное в соусе. И я понял, что это чисто мексиканский акцентик. Да, это очень необычно. Мы добавляем туда вот так вот чуть-чуть какао. И все, и у соуса появляется совсем другой цвет и совсем другой вкус и аромат. Смотри, красота какая. Не будет ярко чувствоваться шоколад, не переживайте. Но вот такая нотка какао в конце будет как бы ощущаться на протяжении всего поедания блюда. И это круто. Внимание! Нам нужно сделать жидкий соус, поэтому сразу к овощам добавляем воду. Аромат на всю кухню. Сразу надо овощи подсолить, чтобы соус был солененький. Чтобы как бы соус был правильной консистенцией, соус надо затянуть. Затянуть это значит сделать его густым. Это просто. Я всегда пользуюсь этим продуктом, когда мне нужно получить хорошую консистенцию. Быстро и оперативно. Это крахмал. Он может быть кукурузный, а может быть картофельный. Мы сейчас его чуть-чуть разбавим в водичке и вольем в соус, чтобы он стал густой. Так, разбавляем. Так вот ложечку. И прямо туда вливаем воду и перемешиваем. Если крахмал прям всыпать в соус, то у нас он просто комками встанет, поэтому лучше сначала вот так подготовить. Ну а теперь в кипящий соус смотри, что мы делаем. Отправляем вот так вот ложку раз и ложку два разведенного крахмала. Доводим до кипения, и соус начнет густеть. Теперь на твой смотрим. Давай, вот. Ложка. И сразу перемешивай. Густеет. Снимаем пробу. Соус вкусный, хороший, солененький, такой слегка шоколадный, с паприкой, с овощами, но не хватает яркого вкуса. Поэтому туда добавляем щепотку сахара, вот так вот. Можно даже две. И немножечко уксуса. Можно яблочного, а можно винного, а можно обыкновенного, но буквально капельку. Вот так вот. Классный, и пикантный, и кисленький, и сладенький. Мне очень нравится. Вот у нас обжаренная курочка. Сейчас мы ее должны залить соусом, вот так. Ты знаешь, это уже круто. Уже можно поставить это в духовку, чтобы все это побурлилось, запеклось, и будет очень вкусно. Но мы на этом не остановимся. Нам нужно сделать корочку кукурузную. Вот. Для этого нам нужна кукуруза замороженная. Вот такая вот из пачки. Нужно сливочное масло. Яйца. Но с яйцами не все так просто. Нам нужно яйца поделить на белки и желтки. Белки сразу клади в миску, там, где будешь взбивать их. Откладываем желтки и кукурузу. И все, вооружаемся венчиком. И теперь с белки нужно взбить до прямо больших таких пиков. Все. Хватит. Ну что, взбилось? Пусть перебитим. Отлично. Зерна кукурузы нужно перебить, чтобы они стали маленькими кусочками, и часть кукурузы превратилась в пюре. Вот у меня такой аппарат. Насыпаю сюда часть. Быстренько закрываю, так. А ты всю туда закинула, да? Да. Я просто разделил на две части, у тебя просто блендер больше. Сейчас часть кукурузы я добавлю прямо в белки. Вот так вот. Хоп. Открывай. Тебе нужно сейчас добавить туда сливочное масло. Сливочное масло нужно для того, чтобы оно у нас потом во время приготовления плавилось и как бы жарило все эти зернышки кукурузы. И получалась классная корочка. И еще туда нужно добавить небольшое количество молока. Буквально чуть-чуть. Ну, просто для правильной консистенции. Закрываем и взбиваем. Класс. Обязательно подсаливаем немножко всю эту нашу штуку. И перемешиваем с белками. Нам нужно получить такую однородную нежную консистенцию. А потом, смотри, вот эти два желтка, которые у нас получились, их тоже туда вливаем. Готово. Кукуруза готова. Ну, красота. Выкладываем. Тебе нужно вот эту шапочку кукурузную равномерным слоем выложить на курицу. Постарайся распределить так, чтобы у тебя соус не перемешивался с шапочкой, а получалось вот так вот. Смотри. Выкладываем сюда, 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 сюда. И вот так аккуратненько распределяем. Отправляем курочку в духовку. Духовка у меня электрическая, с автоматическими программами. Оптимальный режим приготовления будет поддерживаться сам. Мне остается только подождать 45 минут. Отправляю курочку. И обратите внимание, как плавно закрывается дверца. Достаем курицу. Как у тебя там, скажи честно, пахнет на всю кухню? Пахнет на всю кухню, даже на соседскую. Правильно, пускай завидуют. Вот, смотри, какая у нас. Вау, вот это красота. Вообще, смотри-ка, прям по-настоящему. Где-то соус стал вытекать, смотри, как и должно быть. Слышишь, такая корочка. Видишь, какая плотно запеченная. А под низом должна быть курочка сочная. Ну-ка, покажи, как у тебя получилось. Ты знаешь, по-домашнему, ну красиво так. Знаешь, так как-то вот нарядно. Вот когда ты реально голодный, хочется вцепиться в это блюдо. Красиво. Заглянем внутрь. Конечно. И вот так вот достаем. Опа. Смотри, как получается. Сочная курица с корочкой сверху. Ай, сколько соуса. Аромат какой идет, сумасшедший. Давай пробовать, а? Курочка, смотри, какая мягкая стала. Просто от косточки прям отходит. Вот такая. Пропиталась соусом. Вот эта корочка из кукурузы, она как гарнир. То есть у тебя снизу вот эта вот курица сочная в шоколадном соусе с овощами, а сверху такой, знаешь, гарнир из кукурузы. И вот все вместе ешь, и по-настоящему такой, знаешь, интересный, необычный вкус. Потому что какао, паприка, мне очень нравится. Очень вкусный соус, и чувствуется паприка, и какао хорошо. Шоколадный такой. И шкурочку. Очень вкусно. Нравится? Да. Теперь это будет наш семейный вывод. Даже так? Курица по-мексикански с кукурузной корочкой, да? Да, мое фирменное. Мужу и дочке понравится? Да. У нас есть такой семейный прикол, когда мы покупаем кукурузу в сезон, он говорит, ну что, пойдем кукурузиться? Теперь еще будете куринеца и кукурузица. А у меня для тебя еще подарок есть. Это книга моя. Просто кухня с лучшими рецептами из нашей программы. Держи. Это мечта любой хозяйки. Ну, с автографом. Большое спасибо тебе. Конечно, с автографом. А вы присылайте свои заявки на наш электронный адрес, и в следующий раз я буду готовить с кем-то из вас. Курочку под кукурузной корочкой я приготовил в электрическом духовом шкафу Hotpoint. В духовке есть автоматические программы. Найдите нужную позицию в меню, и духовка сама выберет оптимальную температуру и время приготовления. А прерывистая работа вентилятора не даст блюду пересушиться. Чтобы приготовить курочку под кукурузной корочкой, нужны куриная голень, болгарский перец, репчатый лук, томаты в собственном соку, чеснок, замороженная кукуруза, сливочное масло, яйца, какао-порошок, крахмал, копченая паприка, сахар, молоко, растительное масло и уксус. Порция курочки 50 рублей. Классно, когда на кухне есть хорошая техника. В шоу «Просто кухня» мы выбираем технику только надежных и проверенных брендов, которые постоянно совершенствуют свои технологии.